Делегация Украинской Православной Церкви встретилась со Вселенским Патриархом Варфоломеем в Стамбуле. Обсуждали ситуацию, которая сложилась в Украине после раскола в начале 90-х. Какие предложения прозвучали, узнаем от Александра Васильченко. Церковь Георгия Победоносца, главный патриарший храм Вселенского Патриархата в Константинополе. Ежедневно сюда приходят тысячи паломников и туристов. Здесь находятся великие православные святыни. Можно помолиться и приложиться к мощам святых. Перед официальной встречей со Святейшим Вселенским Патриархом делегация Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом и митрополитом Бориспольским и Броворским Антонием, управляющим делами УПЦ, посетили Патриарший храм. Во встрече принял участие и народный депутат от оппозиционного блока Вадим Новинский. Встреча представителей православных церквей состоялась в зале официальных встреч Вселенского Патриархата, но сам диалог проходил за закрытыми дверями. Возглавил переговоры святейший Вселенский Патриарх Варфоломей Первый. Переговоры длились более шести часов. Священники говорили о ситуации, которая сложилась в Украинской Православной Церкви и о путях ее решения. Славянский Патриархат никогда не переставал и сейчас продолжает интересоваться вопросами разрешения церковной проблемы, существующей в Украине. Для установления мира в стране, а также для примирения всех групп, для сотрудничества на благо Украины. Мы убеждены, что все вместе можем сотрудничать, сделать общий вклад для решения этого вопроса во благо Украины. Важность встречи отметили и представители Украинской Православной Церкви. Митрополит Бориспольский и Броварской Антони подчеркнул, во время переговоров участники пришли к выводу, что необходимо искать лекарства для исцеления раскола Украинской Церкви. Важно, чтобы Вселенский Патриарх почувствовал достоверную, объективную информацию из уст представников каноничной Украинской Православной Церкви. Сам святейший Патриарх Варфоломей неодноразово говорил, и сегодня он подтвердил, что в Украине есть только одна каноничная церковь, которую осуществляет блаженнейший митрополит Онуфрии. Он развил также много тех посылок, которые сегодня существуют в эфире относительно того, что он хочет сделать, как нас заверяли в Украине. Также на встрече говорили и о роли политиков в делах Церкви. Священники призвали представителей власти не политизировать сложившуюся ситуацию. Политикам не надо вмешиваться в дело Церкви, даже, может быть, с благими намерениями. Если политики не будут вмешиваться, церковный раскол будет очень хорошо преодолен при помощи церковных законов, церковных традиций. И мы сегодня во время этой встречи услышали о том, что то, что много говорилось за последнее время нашими властями, включая президента Украины и средствами массовой информации, не соответствует действительности. Было сказано следующее. Было высказано несколько моментов. Ответственность Вселенского Патриархата за единство православия, его забота о всех православных церквях, в том числе и о нашей экономической церкви, и высказана поддержка исключительно нашей экономической церкви во главе с блаженнейшим митрополитом Анофрием. И было сказано, что урочевание раскола будет происходить исключительно на основе церковных законов и церковных традиций. И другого не будет. В свою очередь священники отметили, что Святейший Вселенский Патриарх Варфоломей намерен помогать украинской церкви, поэтому не исключают, что в ближайшее время визит в Константинополь повторится. Александр Васильченко, Владимир Дедов. Подробности специально из Стамбула.